Благодарю всех, кто... всех слушателей наших передач. Вот мы организуем сейчас целую серию, целую серию съёмок. И будет она на тему, вы удивитесь, на тему «Движенское движение и примкнувшие к ним мужчины, возглавляя под руководством женщин-учёных за преодоление войны русского патриархата и русского матриархата». Это корень всех бед, и мы будем это разбирать. Всегда злонамеренность бывает, но она бывает только по нашей слабости, по нашим воинам внутренним. Если мы найдём, как нам преодолеть все очень древние даже корни этого разделения, то тогда мы и сможем преодолеть всё. Я твёрдо убеждена в этом. Тема сегодняшнего доклада? Тема сегодняшнего. Это доклада мы посмотрим, а что же это такое женское и мужское начало, и откуда это всё взялось, почему это корень. Коротко, а постепенно будем просто всё это доказывать. Все так интересно получается, почему женщины учёные. Почему женщины именно в естествознании обычно собирают, обобщают всё, что открыли мужчины, а мужчины каждый своё. И вот важно вот это разделение в науке нам тоже убрать. Оно определяет наше мировоззрение. И вообще, что такое религия и что такое наука? Посмотрите, посмотрите, вот переведём слово «религия», мы уже переводили его, и переведём его снова. Ре-ли-ги-я, то есть связь всего со всем. Лиг-связь, ре- означает множественная, обратная, бесконечная связь. Вот если мы… Я буду повторять это каждый раз. Почему? Потому что это основа всего, чтобы нам понять, что такое вообще все войны, которые затеваются и в религии, и в науке. Почему? А потому что получается, что мы то, что называем религиями, на самом деле – это естествоведение, мировоззрение, мироощущение об этой связи всего со всем. И там не только есть ощущения каких-то, я скажу, как радиофизик, кандидат технических наук по радиоизмерительной приборам. Я скажу, что радиофизика живая, мы хорошо знаем, она существует, и внутри человека существует, и везде вокруг нас. И получается, что мы, когда пренебрегаем этим, то вроде бы все конфессии, которые называют себя религиями в настоящее время, я думаю, раньше они не так назывались, назывались по своим учителям. Они содержат и естествознания об этой мире более широком, радиофизическом, внутривселенском и внутричеловеческом. В нас внутри кровь течет, и сердечно-кровеносная сосудистая система образует, между прочим, образует, и это профессор Телегина доказывала, образует и работает как излучатель и как резонатор. Это потрясающе! Резонатор. То есть те отношения, которые между людьми начинаются, и прежде всего в естестве, а естество – это брак, род, семья, племя, ну, которое называют раса, допустим, народы, государства и во Вселенной. И всё это – естество отношений радиофизических. И это на себя взяли, вот так сказать, вроде как называющие себя религиозными. Вот есть религиозные, в кавычках, институты, так назовём, которые пользуются и думают о том, как всю эту связь описать и использовать в своём, в браке, в роду, в племени и так далее. А другие есть, которые, наоборот, обрезают эти связи. И мы их не можем назвать религиозными. Они, значит, совсем они антирелигия. Вот это два капитальных разделения внутри нашей белой расы, я бы назвала её славянских ордовых корней, создают в мире два проекта, которые между собой издревли и всегда враждовали. И они называют себя религиозными. Вот мы знаем, я скажу о тех, которые в своё время, вот в сталинский период, который был создан проект выходцами из старообрядцев, староверов, которые долгое время существовали отдельно от нашей РПЦ. Это, как мы знаем, после Никоновского раскола. И они создали сталинский проект. Да, на иностранных языках мы всё это переведём на русский потом. Но сталинский проект, я утверждаю, он был глубоко религиозным. И именно все законы связи всего со всем он положил в основу. В том числе и положил в основу именно вселенские законы. И более того, не только вселенские. Вот тут я немного остановлюсь и скажу ещё об одном разделении, которое существует внутри нашего человеческого, общечеловеческого сознания. Мы разделили отдельно. Во Вселенной разделили телесную природу, назвав её природой, радиофизическую природу, полевую, которую мы так боимся назвать научной время от времени, хотя даже протестовать невозможно. Мы все знаем, что электроны по крови ходят, и у нас снимают, энцефалограф снимает наши электрические точки в мозгу, как они работают. С этим спорить невозможно. Вот мы показали рентгеновские излучения. Рентгеновские излучения на ночном небе. Это фотография НАСА. Я буду её много раз показывать, и я хочу, чтобы у вас она ассоциировалась со словом «религия». Ре-лигия – связь всего со всем. Вот это НАСА – ночной участок ночного неба, и на нём видны рентгеновские излучения. Связь всего со всем. Только в рентгеновском диапазоне. Ну, таковые приборы, но этого достаточно. И вот есть те, кто эту связь не очень любят. Вот он, новый мировой порядок, который, если вы посмотрите здесь справа, точками обозначена иудейская звезда Давида. То есть новый мировой порядок к нам пришёл как религия Давида, который был, согласно Библии, белокурый, с красивыми глазами, и который был изобретателем первых ужасных холокостов, согласно Библии. Вот, то есть он был тоже наших славянских корней. Так что все разборки у нас внутри нашей единственной белой расы. Нам надо разобраться. И теперь почему я перехожу к женскому вопросу. Почему именно сейчас женщины должны сосредоточиться и должны повести в некоторых вопросах за собой все уровни управления, все уровни самоуправления внутри семьи, внутри рода, внутри правительства и государственной власти, которые в настоящее время патриархальны. У нас в России, как нигде, властвует патриархат. Это в государственной власти, это в Госдуме, где речь идёт о самых главных проектах и так далее. Все законодатели в основном выступают мужчины. У нас государственная власть мужская, а что и говорить в РПЦ, у нас не только она мужская, она ещё и монашеская практически, что вообще-то осуждалось и было запрещено в первые годы христианства. Вот нам, женщинам, почему надо сейчас срочно выступить и наводить какой-то порядок? Потому что мы, как мужское начало, оно всегда больше, ему больнее всегда свобода воли. И это правильно. Мужское начало, если не имеет вдохновения, если у него нет движения, не будет никакой жизни на земле. И женское начало, оно ближе к истине, к правде. Потому что если не будет покоя, женское начало не может довериться, не может быть тоже никакого соединения, не может быть никакого продолжения рода. Сейчас особенно остро этот раздрай. Мы знаем, что это всё ужасно, что творится на Западе. И слава Богу, у нас даже в Конституции мы установили. У нас всё будет по естеству. И поэтому в естествоведении о связи всего со всем есть естествознание. Это больше женская часть. Есть у нас мироощущения. Это пророки. Это мужчины вообще ближе к космосу. Они первые открывают, осознают из того самого поля громадного. Им более доступно. А нам достается всё это собрать, связать, соединить воедино, притормозить где-то негармоничные части, чтобы естество не нарушить. И тогда мы опять это отдаём. И вот такой разговор нам надо сейчас устроить. Более того, вот тот самый новый мировой порядок устроен, в принципе, на гиперболизации формального мышления и на подавлении того, что у мужчин более развито. Именно формальное мышление, которое сейчас царит как бюрократия, и которое вот сейчас превратилось в цифровизацию, бюрократизация достигает уже просто безумной степени. Причём мы, именно мы, женщины, имеем и собрали доказательства, что это и нарушение законов природы, и нарушение просто законов, как, например, у нас федеральных законов, и нарушение вообще просто разрушения жизни. Это просто разрушение живой жизни, всяких связей всего со всем. Поэтому мы будем говорить вот про все эти вещи и про самоуправление на уровне государства, призывать нас выслушать там, где нас не слышат, и показать, как смогли наши, наш патриархат отодвинуть от истины тем, что они пренебрегают женским голосом. Вот естествознанием, которое мы несём. И мы должны показать все блефы, всю неправду, весь криминал, который нынче накопился и в науке, особенно в фундаментальной, перевернув всё с ног на голову и тем самым извратив, просто извратив псевдо-атеизмом простой законной естественного мира, который наши древние знали. И мы соединим, мы покажем, как легко соединяется современное естествознание со сакральными знаниями наших предков. Вот я один главный пример покажу – это троицу. Вот ничто так, ничто так не разъединило. Вот я возьму очень древний рисунок из очень древней книги, которая называется «Сияние» по-древнерусски, а на еврейском языке называется «Зогар». Евреи получили книгу «Зогар» в XIII веке. Это от неё пошли толкования в виде разных версий кабалы. Пошли толкования. И там представлена в том числе и так называемая начальная триада, троица. Мы её рассмотрим. И в том числе и прочие ветви, прочие ипостаси, лики, которые известны были и древним славянам, как древо жизни. И много где мы это находим и в герметизме, и в зороастризме. Во всех мир один естественный. И естественно, что план, образ его самоорганизации, естественно, что этот план, образ будет одинаков. Обязательно одинаков. Разная полнота, разные части могут рассматриваться теми или другими учениями. Но всегда хорошо иметь более полное, более адекватное целостному пониманию естественного мира, который включает в себя, как теперь, и астрономы, и астрофизики. Уже просто переполнены, интернет переполнен статьей, сколько научных публикуется. Международный конгресс астрономов заявил, что есть вне вселенской части. Иначе нет ни одного, даже более-менее осмысленной гипотезы о том, что самозарождение Вселенной произошло. Это же утверждают и многие астрофизики, которые заняты квантовыми излучениями. Это те не излучения, а квантовыми процессами. Квант на русский язык переводится как шаг. Как шаг. Вот такой, опять не по-русски скажу, но понятно, импульс. Вот созревает и подобие случается, когда между двумя радиофизическими по частоте подобными объектами, между собой вступающими во взаимодействие. И между ними возникает резонанс. Что такое резонанс? Это умножение. Умножение сил, которые неведомо откуда приходят. И вот они могут приходить из вселенского радиофизической части, которую в древности называли, насколько я ориентируюсь, снасть, то есть радиофизической сферы естественного мира. Они, резонансы ощущаются нами и телесно. Мы хорошо это знаем в наших отношениях. И резонансы есть высшие, которые, когда мы совпадаем ещё и с планом, образом, замыслом, тенденциями, законами с надвселенской частью, ну тогда настолько мощные, вот ими-то и занимались всю историю России, древней России. И это ценили как самое-самое важное. Называли это благодатью. И с помощью этой благодати мы побеждали не один раз. Вот я, обобщая материалы, которые есть в кибернетике, например, можно вырисовать точно, почти такую же схему, где триада – чувствительный элемент, решающий, исполняющий. Вся основа цифровизации лежит на этой триаде. И вся материя, весь материальный мир лежит на взаимодействии этой триады. Взаимодействие всегда полагает, что есть устойчивое взаимодействие, всегда полагает, что есть измерение, есть заданная мера отклонения в этих взаимодействиях устойчивых, постоянных. И есть орган исполнения, который, когда будет сказано, какое отклонение, он ликвидирует это отклонение. Это вам можно показать именно внутри каждого кристалла даже, даже кристалла, то есть более примитивной материи. Именно поэтому крепко держится кристаллическая решётка. Решётки нету, там есть взаимодействие, есть мера, и даже есть обмен, энергетический обмен с окружающей средой, который подпитывает вот это отклонение и возвращение бесконечно, притяжение, отталкивание. Вот притяжение, отталкивание – основа всего. Это не мною сказано, это сказали все известные мужчины физики. И Ломоносов говорил, что существует... Гравитация вообще является не просто притягиванием, а есть приталкивание и отталкивание. Вот это основа. То есть это должно обязательно, должны существовать органы, радиофизические органы, чувствительные, измерительные, решающие и исполняющие. И должна быть задана какая-то мера. Так вот, оказывается, во всех древних, и если не только древних, а в биологии, нейробиологи вам расскажут, что есть в нашем мозгу две половины. И одна работает как женское начало, другая как мужское. Между ними есть даже гормональные акты, гормональные. И тоже все основано на том, что у нас есть мужское начало, есть женское начало во всех наших проявлениях. Вот это мы подсобыли. Мы забыли не просто так, а потому что кому-то очень этого хочется. Например, например, вот при внесении нам крещения, вот я скажу насчет этой триады, вот этой триады, где мужское начало измеряющее, чувствительно чувствующее, женское исполняющее, действующее, а здесь решающее – это их совместное в резонансе, в резонансе получаемое решение. где есть мера какая-то заданная. Вот это троичное начало мы увидим, что у нас оно грубо, кощунственно нарушено в нашем РПЦ. Я не знаю, как староверы, что у них есть, что они думают про Святой Дух, но если считать, что Святой Дух является Отцом, зачинателем Иисуса, и если считать, что еще есть и Отец Небесный, зачинателем Иисуса, и нет Матери Небесной, нет супруги Небесной у Отца, а есть вот у них Сын, то нам это напоминает то, чего мы только что даже в Конституции отрицаем и не хотим. Но мы этому поклоняемся. Как вот это можно? А это противоречие взрывает полностью нашу внутреннюю суть, потому что мы сами наполовину имеем и женское, и мужское начало, и между ними постоянно идут взаимодействия, каждую секунду нашей жизни. Все время без этого невозможна жизнь. Мы так сделаны. Мы с самого начала произошли из мужского и женского соединения. И это мужское ОНО, оно пока у него ядро не дорастает до ядра яйцеклетки, оно не вступает в зачатие как следует. Только когда дорастает, он равно, честно, вместе, а не быстро производит ускоренную эволюцию. Извиняюсь, мне это слово не нравится. Сотворение. Они сотворяют. Новорожденного. И все мы оттуда. И все мы такие. И все мы так устроены. И поэтому нам надо засомневаться и посмотреть, а почему так получилось. И когда мы возвращаемся, мы легко находим. Оказывается, на еврейском, на арамейском языке святый дух всегда был женского рода. Если это высшая как супруга небесного, отца небесного, то она была как матерь всего живого, всех живых. А если иметь в виду наш, иметь в виду более то, что мы той троице поклоняемся, это Отец небесный, святый дух, матерь небесная, где сохранились даже у Оригена, это граница первого-второго века, сохранилась логий, за что он был преследуемый. Почему? Вот про это мы поговорим потом немножко дальше. Был преследуем, а звучало это так. «Матерь моя, Дух Святый, взяла меня за волос и понесла меня на гору Тобор». Это слова из Евангелия, в том числе из апокрифических Евангелий, которые от нас прятали только в прошлом веке, наконец, в 50-х где-то годах, библиотека на Акхамаде нам открыли. И мы имели возможность убедиться, да, женского рода, святый дух, всё восстанавливается и совпадает с очень древним. Если уж, товарищи, мы хотим опереться на что-то еврейское, иудейское, как первичность якобы нашу, давайте откроем книгу «Загар» и посмотрим. Вот у них женское начало, вот мужское начало, причём женское начало – мудрость высшая, а мужское – это вдохновение ума, то есть свобода, вдохновение. Вдохновение не бывает без свободы. И здесь среднее начало, их образ, план будущего человека, Бога человека. Не будущее, если это в высшем уровне, то это просто план, образ Бога человека, извечно данного. Вот в этом случае тогда по-другому звучат и все слова Иисуса, и то, что на Иордании его произнёс, кто произнёс его, подтвердил его сыновство. Она и подтвердила, и это ясно становится, что всё же была злонамеренность в таком отторжении, переводе, что кругом есть женское и мужское высшее начало. А вот у нас, у нас, в нашем православии, почему-то постепенно такое образовалось. Причём я вижу даже в том, что когда было препятствие с многоконечным крестом, мы за это пытали, и староверы сжигались избами в 500-х, 600-х, в 1500-х, 600-х годах, именно даже избами, насколько это был не фанатизм. Это отстаивали нашу, ну, назову не русское слово, адекватность нашу естественному миру. Просто психическое здоровье отстаивали. Безумие были против безумия. Против безумия уничтожение этого и оставление такого ничтожного, ничего не говорящего, не имеющего никакой в древности расшифровки креста. А этот крест мы вот, вот я тёмным его обвела, и говорю, оказывается именно на арамейском языке. Это древняя книга «Сияние», которая существовала ещё до Аврама, до Аврама, согласно преданию об этой книге самих евреев, которые получили, согласно преданию, и согласно тому, что известно в науке, которая уже имела возможность заняться этой книгой, как только она вдруг появилась неожиданно у евреев, они её получили в XIII веке, получили с базара. Какому-то раввину завернули в такой листок, какую-то еду он принёс, и понял, что тут что-то, побежал, собрал. Это всё вы найдёте в примечаниях, в объяснениях к этой книге, к её истории. А затем начались кабалы разные версии, то египетская, то еврейская и так далее. А это всего лишь толкование именно прежде всего вот этого многоконечного православного креста, который на арамейском языке в этой книге, а там есть очень много на еврейском языке, но есть части на старинном арамейском языке. И там именно прямоугольные, а не круглые, и не сефирот, а именно сферы. И они прямоугольные. Так и сказано. У меня есть выписка, у меня есть сокращённое издание этого загора, и я имею возможность вам предоставлять, цитировать эти части. Сейчас я хочу в общем и в целом пройти, чтобы мы поняли, что вообще пришла пора объединить многие вещи, и мы не сможем уйти от принижения женской роли в высшем идеале, который у нас день и ночь, день и ночь нам в церкви, как бы с помощью радиофизических мистерий, нам прямо в подсознание вбивается. А потом вот две тысячи лет, и Европа уже какая? Она уже вот такая. У них там и родитель номер один, и так далее, и родитель номер два. Вот гомофильная псевдо-троица. Страшная злонамеренность. Я считаю, что злонамеренность. Но почему она такую силу имела? И почему сейчас имеет такую силу? Что за соблазн такой? Зачем? Вот мы что должны разобрать. И мы должны показать, что либо нам смерть, либо мы вернемся, прекратим эту войну. Вот я... Вот этот плакат, где этот же крест представлен несколько иначе, здесь, собственно, все по-другому названы, потому что он выведен из кибернетики как общий такой план-образ человека. Так же, как и в Захаре, в книге «Сияние» говорится, что это есть большой Адам, большой человек. Именно этот план-образ, как ни удивительно, мне, ученому при Госплане, по неволе вышел, совместился с нейро... У меня труды были в нейробиологии, и учитель мой главный, который меня вдохновил всю жизнь вот на такие вещи, вдохновил, это академик Петр Кузьмич Анохин. Он тоже занимался вообще вот этой триадой в биологических системах. Более того, он написал, что он не может из биологии вынуть трудно межуравневые отношения с другими частями биологических. И он сказал, что это придет из политэкономии. Оно пришло из Госплана. Вместе с академиком Алексеем Матвеевичем Румянцевым, главный политэконом страны, член ЦК КПСС, покойный ныне, вот мы вместе доработали методические указания государственного планирования в СССР. И проштудировав 250 задать по автоматизации этого планирования, можно было прийти к выводу, и пришли к выводу, я не одна, а это было громадное движение из Госплана против этой науки цифровизации, которая взяла, все развязала, все цифрами поставила и издала 10, ну, готовился уже 12-й классификатор, толстенный, там по 600 страниц было, все цифровали. Вот на что ни взглянут, тому цифру присвоят. Это вот то, что и сейчас делается только уже с нами, с людьми. И тем самым разбили все связи, все связи между отдельными свойствами живого организма. Оказывается, наш социальный организм, сообщество живое, старообрядцы именно сделали, взяли и вытащили главные вселенские законы баланс, обмен. Вам врачи скажут, как важно их сохранять. И они смогли с помощью, практически преобразовав, вот если вы перевернете вот это дерево жизни, как его называют, вот это дерево жизни, если вы перевернете, вот оно в перевернутом виде вот так будет, и вы увидите, это паспорт предприятия, это госплан, это типовая ячейка рабочего места у станка, у рабочего, и упрощается настолько. И этот язык, это известный всем, кто учил политэкономию, а кто не учил, то мне кажется, эту сакральную науку стоило бы полистать, поучить, как великие достижения нашего переоткрытия древних-древних вещей в Советском Союзе сталинского периода, ну, именно старообрядческого. Рабочая сила, орудия труда, объект труда, производство, воспроизводство, развитие, рынки, и дальше, и управляющая информация. Вот это тот, который мы совместно с академиком Румянцевым отработали и смогли, наконец, определить ему место, тем самым исполнили завет академика Анохина, и мы это сделали. И вот эта типовая карта, как ее назвали для рабочих, на станках, на двух заводах, смогла дать возможность снова перейти к естественному хозяйствованию, восстановить все связи совсем через вот эти отношения, вот управляющая информация, через все эти связи, и убрать, убрать вообще посредника цифрового в том числе. Это было 81-86 год. Вот как эти карты типовые на заводах были, и то, что фиолетовым выглядит, это все посредник, в том числе вычислительные центры, которые даже не могли и собрать данных оперативно, и дать какие-то решения, они просто в лучшем случае были балластом, а в худшем случае они просто уничтожали всякое планирование и всякую самоорганизацию. Просто. И еще вдобавок, внимание, мы подсчитали на заводе, что в накладных получалось около 80% они поедали. Это вы можете себе представить, как разрушался СССР с 50-х годов, когда внедрялась цифровизация, оптимизация, математизация, что именно 80% госбюджета не менее уходило на это якобы очень научное, очень научное построение управления. И сейчас все заново. Вот несколько волн, только их уберут, только их обрушат, только их обличают, как тут же через некоторое время международные силы ухитряются что-то все это прихватить, а мы не можем, потому что я считаю, что им сопротивляться может только женская часть мышления, которая всегда была формальной от природы, и вот с ней это поспорить, ну, конечно, там нужно изобразование и так далее, и нужно знать, а что же мужское наше начало понаделало, пооткрывало, безусловно, но здесь сейчас может справиться с этим только женщина, которая ученые женщины, и вот мы собираемся, мы сейчас собираемся, и давайте и вы собирайтесь вокруг нас, инженеры, изобретатели и мужчины, собирайтесь, мы должны, этот посредник сейчас не только 80% наших налогов поедает, не только, он гораздо хуже, он все теперь выталкивает, в отличие от Китая, который как научился в 50-е годы у сталинских специалистов, этих бывших староверов, старообрядцев, выходцев, как научился, так и держит это знание в госсекторе, там ни налогов, ни расставщительства, никакой такой вот в этом смысле цифровизация этого не касается, однако, однако, Китаю самому не устоять, а вот о том, как он в этой долларовой пирамиде, которая нас прихватила, и мы здесь находимся в подошве, вот слева, да, ой, да, слева, мы-то в подошве, а Китай сел аж прямо на макушечку, и он теперь обрушивает эту пирамиду чем, а Моисей говорил чем, этому давай с процентами, а этому без процентов, и тогда ты так овладеешь страной, чтобы ты овладел страной, в которую вошел, вот я коротко скажу о том, что есть два проекта на земле, один сотворяющий, другой разрушающий, у нас многие думают, что они евреи, караимы, на самом деле они просто еврейские, русские, еврейские, грузины, и то это надо хорошо посмотреть, как сказали раввины нашему премьер, нашему Медведеву, когда он был немножечко президентом, и сказал, что вот у меня мама еврейка, вы можете ролик этот посмотреть, где раввины с ним разговаривают, это очень интересно, и они ему сказали, а это надо посмотреть, вот, а вот это посмотреть мы потом подробнее посмотрим, потому что нас волнует, как женщин, матерей, бабушек, то, что делают сейчас внутри России, после Украины, после Африки, после Америки, после Европы, и даже после английской семьи, чего делают с нашими младенцами, с помощью Малышевой, которая на ТВ пропагандирует вот именно это повреждение вот связи с естественной частью радиофизической, а это беда, наша беда, материнская беда, и беда наших дочерей, которые выходят, если они выходят девственницами за таких мужчин, то они, ну, с ними происходят очень тяжкие вещи. Вот, наверное, наверное, на этом вводную часть кончим, потому что потом мы будем разворачивать постепенно и будем притягивать других участников для того, чтобы, ну, хотелось поставить и обращение такое ко всем участвующим в патриархате. Да, вот, хотелось, чтобы все, кто участвует в патриархате и особенно тем, кто коренной наш, коренной наш славянских корней думает, что он еврей, чтобы он, а многие как раз сейчас именно так начинают себя чувствовать, чтобы он прекратил это себя называть, не примазывался ни к евреям, ни к караимам ради денег. Это плохо может кончиться. Им время от времени, вот, видите, устраивают всякие холокосты. Какие следующие лекции могут быть? Я бы хотела следующие в связи с тем, что я сказала, как мы можем предложить и наше движение может представить руководство страны именно резкое снижение вплоть до китайского тарифов, всех тарифов монополий. Это самая главная наша сейчас задача. Первая, она такая очень больная, очень много народу спровоцировано, не платят тарифы, и на этом они поневоле начинают думать, что это власти виноваты, а я вам говорю, это посредники у нас есть, это высшая школа экономики, и я хочу это показать. Разве власть не может изменить? Люди же думают просто, есть президент, он назначает губернаторов, и от них зависят какие посредники. Президент у нас юрист и главнокомандующий, у нас премьер всего лишь бывший налоговик, он даже не знает истории, а она очень длинная, и мы можем помочь. Даже Мишустин сказал, мы должны снизить ЖКХ платы, все платы ЖКХ до 20% от дохода человека, потому что сейчас есть гораздо большее, мы должны это сделать. Вот мы ему поможем снизить даже не так, а как в Китае снизили. И это было бы гораздо лучше, в Китае в 200 раз меньше себестоимость жизни и производства. Себестоимость, непроизводительность, нам не надо больше работать. Организоваться надо, да, но больше работать нам не надо. Мы, ни один китаец не работает в 200 раз больше, чем русский. Просто там нет такой себестоимости, которая искусственно была сделана гарвардскими советниками около Ельцина. И мы это вернем. Всего хорошего! Спасибо! Продолжение следует...